Друзья, всем доброго времени суток! Мы находимся у меня в зимнем саду. И сегодня, как обещала, я вам покажу, что я заказала на сайте 7 семян. Мне пришла вот такая коробочка увесистая. И я приглашаю к просмотру этого видео не только дачников, но и любителей комнатного цветоводства. И я вам покажу не только, что я заказала, но и дам вам некоторые короткие комментарии по товару. Ну, начну я, наверное, с семян петуний. Я заказала в этот раз небольшой такой наборчик из различных петуний. И в следующем году у меня именно на эти растения большие планы. Мне понадобится ее очень много для декорации зоны отдыха. И я хочу посеять ее пораньше, где-то, наверное, в конце января, потому что у меня есть фитолампа, у меня есть подсветка. Поэтому я считаю, что это абсолютно не рано. Ну, для меня, по крайней мере, да? У кого подсветки нет, конечно, так рано сеять не надо петунию. И я приобрела еще суперкаскадную петунию, которую я буду сажать в подвесные горшки. Помимо обычной петунии махровой, я приобрела еще петунию суперкаскадную джаконду. Это гибридные петунии. Вот этот вид петунии, который мы называем фортунии, тип фортунии, можно высаживать не только в подвесные горшки, но и просто на грядке, в открытый грунт, на клумбы. Дело в том, что если вы хотите иметь, допустим, такую очень красивую подушку из зелени и из многочисленных таких мелких красивых цветов, то можно высадить где-то на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Тогда петуния вот эта будет расти вверх и как раз будет образовываться такая красивая подушка. Если же посадить эту петунию на расстоянии примерно 60 сантиметров, 50-60 сантиметров друг от друга, то тогда эта петуния не будет сильно расти вверх, а будет разрастаться по сторонам и из нее получится почвопокровное растение. То есть одно, только одно растение способно закрыть своей зеленой массой и своими красивыми цветами примерно площадь в один квадратный метр. Прошу на это обратить ваше внимание. Ну и, конечно, как бы традиционно мы вот эту фортунию сажаем все-таки в подвесные горшки. И тогда у нас образовывается просто целый каскад, очень красивый каскад из зелени и из многочисленных мелких цветков. Причем растения, данный вид петунии выдерживают заморозки до минус 8 градусов. Но хочу обратить внимание, если вы будете вот такой тип петунии сажать в горшки, то обязательно горшки нужно брать большого объема, потому что требуется очень много питания такой петунии. И нужны, конечно, практически еженедельные подкормки. Только при хорошем и правильном агрофоне и при хорошем уходе вы сможете вырастить действительно великолепные растения. Семена вот эти не очень, конечно, дешевы, но на сайте сейчас идут большие скидки, поэтому я воспользовалась этим и заказала эти фортунии себе. И буду их в конце января уже высаживать. Следующие цветочные семена, которые я заказала, это вот такая махровая примула. В этом году я вырастила обычную примулу из семян. Вообще-то примулу вырастить из семян достаточно сложно. Не всегда она хорошо всходит. Даже чаще всего она не всходит. И примуле вообще-то по-хорошему нужна стратификация семян. Попробовать махровую примулу. Это великолепное растение. Очень красивое растение. С махровыми крупными цветами. Семян, конечно, здесь вообще немного. Всего лишь 5 штук. Красные я заказала 2. И вот такая смесь. Семена примулы прорастают только при температуре до плюс 15 градусов. Нельзя посеянные семена ставить в тепло. У кого нет участка своего, у кого нет сада. И если вам очень нравится махровая примула, я вам могу посоветовать выращивать ее как комнатное растение. Оно шикарно растет в горшке. Еще я купила из цветочных культур. Настурция, божья коровка. Это очень компактное растение. Высота всего лишь 25 сантиметров. Но мне этот сорт настурции нравится тем, что на таком желто-лососевом фоне у настурции есть очень задорные, забавные пятнышки. Не зря этот сорт называется божья коровка. Это очень красивая настурция. И я люблю, я очень люблю вот такой настурции подбивать какие-то, ну, может быть, пустые места в цветнике. И я душистый горошек русский размер. Это гигантского размера просто цветки. Будут 5 сантиметров в диаметре. Хочу возле арки посадить вот этот душистый горошек. И заказала многолетний флок с семенами. Семена многолетнего флокса тоже не так-то уж просто всходят. Нужна обязательно стратификация. Без стратификации семена у вас не взойдут. Ну, я взяла один пакетик и хочу заняться разведением флокса из семян. Называется этот сорт «Новые гибриды». Из овощей я заказала пока что не так много. Заказала баклажан «Жизель». В этом году баклажаны у меня практически не удались. Я сняла очень маленький урожай. И я вам его даже не стала показывать. Баклажаны росли у меня в открытом грунте, без укрытия. Ну, и им не хватило нашего нынешнего тепла. Классика жанра – это гибрид «Благовест». Я вообще считаю это классическим гибридом для теплицы. Когда я работала в садовом центре, у нас гибрид «Благовест» был самым продаваемым вообще гибридом из всех томатов. То есть он даже в зоне рискованного земледелия, то есть в Сибири, показывал просто великолепный результат. Гибрид можно выращивать в два ствола. Раннеспелый, среднерослый, примерно где-то 150 см. Как раз гибрид для теплички. И вес плода где-то 110 грамм, примерно. Перец «Бизон красный». В этом году я довольна очень перцами. Перца у меня много. Он рос у меня в открытом грунте, попадал весной под заморозки. Но выкарабкался. Растение я не потеряла при вот этих наших многочисленных заморозках. И сейчас перцы у меня еще до сих пор в открытом грунте. Огурец «Маша». Голландская селекция. Это гибрид просто супер взрывной урожайности. Очень вам его рекомендую. Это супер скороспелый гибрид. Буквально через 39 дней от всходов вы уже начнете собирать первые огурчики. Огурчики примерно длиной где-то до 9 см. И гибрид имеет букетное расположение завязей. Рубашка у огурцов белошипая. Огурцы очень вкусные. Практически никогда не бывает горечи. То есть отсутствие горечи генетически заложено у этого гибрида. И самое важное. Гибрид «Маша» очень устойчив к вирусу огуречной мозаики. И устойчив также к ладоспориозу. Поэтому обратите внимание вот на этот гибрид. Очень я люблю огурец «Кузя». Вот этот гибрид портонокорпический для теплицы. Короткоплодный. И в любое лето он вас не подведет. Какое бы лето ни было. Урожай с этого гибрида есть всегда. Вкусовые качества очень высокие. Годится для консервирования, для засолки. Рубашка у огурца с белыми шипами. Я вам говорила, что я интересные семена заказала. И вот показываю вам вот такую желтую морковь. Мармелад. Мармелад желтый. Это ранний сорт. Где-то примерно 80 дней и уже морковь будет готова. Но, хоть она и ранняя, но она годится для длительного хранения. Маслянистая мякоть у этого сорта. И морковь очень хорошо использовать для приготовления салатов. Она рекомендуется даже для приготовления булочек и блинчиков. Она настолько сладкая. Так что советую вам, если вы увидите вот такую желтую морковь, то не бойтесь, приобретайте ее. Она очень вкусная и очень богата витаминами. И еще один интересный сорт моркови. Это морковь королева фиолетовая. Это гибридная морковь. Семян здесь немного. Значит, мякоть в основном фиолетового цвета. Но сердцевина ярко-желтая. И сердцевина, причем, очень тонкая и очень маленькая. Вот в этой моркови очень много ликопина. И даже больше каротина, чем в обычной красной или оранжевой моркови. Морковь позднеспелая. И из такой моркови очень хорошо делать борщи и винегреты. Так что вот такую морковь можете посеять у себя на даче. Я, кстати, видела в продаже вот такую морковь. Я не помню, где-то, может быть, в метро. И она очень дорого там стоила. А тут можно купить пакет семян и вырастить такую морковь самим. Еще из интересных культур я заказала себе вот такой горох, который называется «Все фиолетово». Такое интересное название. Ему, видимо, все действительно фиолетово, этому гороху. В общем, как бы такой необычный горох, необычный расцвет. Я думаю, он будет являться украшением участка. Он довольно высокий. Для его выращения требуется опора. Высота этого растения достигает где-то 180 сантиметров. Его можно использовать даже как такое небольшое вьющее растение. Ну и очень вкусный горох. И сами стручки имеют небольшой тонкий пергаментный слой. Далее заказала я капуста «Менза». Обалденный, конечно, гибрид. Вообще очень хороший гибрид. Очень урожайный. С маленькой кочерыжкой. Среднеспелого срока созревания. Мой любимый бэби-салат. В этом году я его выращивала. Это смесь различных салатов. Здесь и красные салаты, и зеленолистные салаты. Обожаю вот такую фасоль огненно-красную. Сорт «Победитель» называется. Эту фасоль очень хорошо выращивать, как вьющее декоративное растение. Но оно имеет еще и вторую пользу. Помимо своей красоты. А красота заключается в ярко-алых декоративных цветах. Фасоль эта цветет, конечно, вообще очень красиво. И в конце где-то лета образуются длинные стручки, которые, в общем-то, съедобные. Их можно собирать, замораживать. Стручки имеют тонкий пергаментный слой. И это фасоль спаржевая. Из такой фасоли можно сделать запросто какую-то, типа, живой такой вьющий изгороди. Можно высаживать в беседках, возле стен, возле заборов. И даже можно использовать для декорации балконов. У кого, конечно, позволяет место, чтобы выращивать эту фасоль. И два пакетика мне положили в подарок. Это томат-сумочка. Это индетерминантный сорт. То есть очень скоростный для теплицы салатного назначения. И вот такой подсолнечный декоративный осенний красавица. Здесь смесь из красных и желтых подсолнухов. Я, конечно, семена буду заказывать еще. Мне этого очень, конечно, мало. Это только начало. А сейчас я вам покажу удобрение, которое я заказала на этом сайте. Начну я вот с такого биогумуса. Это добавка к почве или удобрение. Можно и так, и так использовать. Это продукт жизнедеятельности красного калифорнийского червя. По содержанию гумуса данный продукт где-то в 4-8 раз превосходит навоз или компост. Я купила этот биогумус, чтобы добавить в цветочные горшки в своем зимнем саду. Из этой же серии я приобрела жидкое удобрение биоперегной. Это универсальное цветочное удобрение. Я сейчас уже не стала заказывать удобрение для овощей. Сезон уже закончился. Я сделала упор на комнатное цветоводство. Вот этим удобрением я буду пользоваться еще практически до первых чисел ноября. Затем уже это удобрение использовать будет нельзя. Потому что все-таки оно влияет на рост растения. А на зиму нам особенно азот-то и не нужен. И вот это средство настолько универсальное, что его можно не только в виде удобрения использовать, но и для замачивания семян, черенков, луковиц, для опрыскивания по листу, то есть для внекорневых подкормок. И даже добавлять его в воду в букеты для срезанных цветов. И срезанные цветы будут стоять намного дольше. Вот такое удобрение хочу вам показать. Это Трио Микс для комнатных цветов. Так как у меня цветов в зимнем саду очень много, поэтому я и запаслась различными удобрениями именно для комнатных растений. Удобрение выглядит вот так. То есть здесь вот такие гранулки. Это удобрение длительного действия. Его используют всего лишь 3 грамма на 1 литр почвенной смеси. Ну то есть в зависимости от объема цветочного горшка вы можете рассчитать, какое количество это удобрение вам положить в каждый горшок. Вносят это удобрение 1 раз в 3 месяца. Растения продолжительнее цветут, не болеют, устойчивы к пониженной освещенности, низкой или наоборот высокой температуре. Формула здесь такая. Здесь азота 17, фосфора 12 и калия 21%. Формула очень хорошая. Именно вот для данного сезона. То есть вполне сейчас это удобрение еще можно добавить в комнатные растения. Одно из моих любимых удобрений это гуми Кузнецова. Гуми 20 для цветов. Изготавливают его в Башкирии. Я просто обожаю это удобрение. Оно настолько шикарно, что просто кто еще не знает это удобрение, я вам всем советую приобрести. На этом сайте оно есть. Ну оно в принципе в любом цветочном магазине, я думаю, тоже продается. А используется одна капля на 100 миллилитров воды. Этим удобрением можно и поливать растения, и опрыскивать, и замачивать. Черенки, луковицы различные. Вот с помощью вот этого гуми Кузнецова вы можете вывести из какого-то затяжного стресса любое растение. Но нужно им пользоваться регулярно. Хотя бы 2-3 недели подряд. При этом не используя какие-то другие удобрения. Пользоваться только им. Тогда вы увидите очень хороший эффект на растении. Причем это удобрение не только очень хорошо и благотворно влияет на растения, но и оздоравливает почву. Если у вас есть какие-то долго не пересаженные растения, то тоже вам советую оздоровить почву. Вот. Ну вот. Коты тоже заинтересовались. Коты, ну-ка, брысь. Советую вам воспользоваться этим удобрением вот для таких долго не пересаженных растений. Вот с таким удобрением хочу вас познакомить. Это активатор роста и цветения. Здесь 2 шипучие таблетки. В составе этих таблеток есть янтарная кислота и хитозан. Ну, хитозан – это вещество, которое получают из панцирей крабов, из различных насекомых. Как бы это мерзко не звучало, да. Но хитозан – вообще это очень активное и полезное вещество для растений. Вот это удобрение заставит свести любое ленивое растение. Когда будете растворять таблеточку, то нужно взять горячую воду. Растворяется оно не очень быстро. Шипучести, ну, шипучесть практически не наблюдается, хотя она называется шипучая таблетка. Нужно постоянно просто размешивать. И появятся в растворе небольшие-таки белые хлопья. Это и есть хитозан. Он плохо растворяется водой. И вот таким составом нужно поливать растение, которое вы хотите заставить зацвести, примерно один раз в месяц. Но вот этот раствор не является удобрением. Это только активатор цветения и активатор роста. Поэтому помимо полива, вот этим раствором, вы должны пользоваться каким-то своим традиционным комплексным удобрением. Еще я заказала вот такие агровитамины для комнатных растений. Это такая небольшая пачка. Здесь капсулы. Но, в принципе, этого будет вполне достаточно. Капсулу нужно размещать в зоне корней. И эта капсула будет постепенно растворяться по типу леденца. И здесь есть фосфор, и есть калий. Здесь нет азота. Поэтому вот этим удобрением можно пользоваться сейчас в осенне-зимний период. Оно будет питать растение, но не подстегивать его к какому-то бурному росту. Далее хочу вашему вниманию представить вот такое удобрение. Авамин. Одно внесение на год. Я вам так скажу. Это удобрение для ленивых или сильно занятых людей, которые не могут уделять много времени своим комнатным растениям. То есть внесли один раз в год это удобрение. И оно будет работать. Если вам некогда, то вы можете запросто обойтись одним даже этим удобрением. Единственное, что в нем нет азота. В нем очень много микроэлементов, очень много фосфора и много калия. Здесь фосфора 48% практически и калия 20%. Я тоже буду добавлять свои комнатные растения, потому что, честно говоря, у меня порой тоже не хватает времени подкормить все растения. Значит, смотрите, что еще я вам хочу показать. Это вот такой эликсир. Так, кошка. Венеция, уйди. Венеция, уйди. Это эликсир для комнатных растений. Я заказала их 4 штучки на пробу. Это новинка вообще. С этим удобрением я не очень знакома. Я о нем только читала. И вот решила заказать. Как она работает? Мы должны здесь отломать вот здесь вот кончик или обрезать. И вот эту ампулу вставить в цветочный горшок. Вот так, носиком вниз. Это уже готовый раствор. Здесь разводить ничего не надо. То есть мы вставляем в цветочный горшок одна ампула на один горшок цветочный. На одно растение. Оно отлично защищает растения от заболеваний, снимает стресс, стимулирует корнеобразование, повышает декоративность растения. И на этом сайте я увидела наконец-то в фабричной упаковке пасту цитокининовую. Вот эту пасту в свое время я искала, но могла в интернете найти ее только участников. И я тогда не рискнула бы заказать, потому что вместо этой пасты, в общем, может оказаться неизвестно что. Поэтому советую вам подобную пасту приобретать вот только в таких фирменных упаковках. А что это за паста? Выглядит она вот так. То есть вот в такой, в пластиковой ампуле очень густая смесь. Похожа на мась. Чем же хороша эта паста, и что же с помощью нее можно сделать? А делает эта паста просто чудеса. С помощью этой пасты можно пробудить очень легко спящие почки. Ну, на орхидеях, конечно, она работает вообще беззаговорочно. Этой пастой можно, конечно, не только пользоваться на орхидеях, но и можно пробуждать любые спящие почки на каких-то клубнях, допустим, на глоксиниях, на бегониях, на гипиаструмах, в общем, на любых луковицах и на любых клубней. Можно обрабатывать кактусы, допустим. Если вы точно знаете, где у кактуса расположены спящие цветочные почки, кактус начинает свисти. Очень хорошо эта паста работает на цитрусовых. Обработка спящих почек у цитрусовых культур, у коломандинов, цитрофортунел, лимона и так далее. То есть обработка спящих почек дает очень сильный рост побегов. И цитрусовые начинают у вас потом плодоносить намного раньше срока. Можно этой пастой пользоваться при выращивании зомбарских фиалок, синполии. Эту пасту вводят в водоносную ткань растения. И таким образом, благодаря этой пасте, вы сможете легко и быстро размножать синполии. При этом растение будет сохранять все признаки сорта. И, в общем-то, вот с такой пастой, если она у вас имеется, вы можете даже в любом цветочном магазине приобрести какие-то уцененные, отсветшие орхидеи, которые продаются обычно по обросовой цене. Ну, вообще за бесценок. И вот благодаря этой пасте вы можете пробудить у орхидеи спящие почки и заставить ее цвести. Я, кстати, так и хочу попробовать. Я поеду в садовый центр в ближайшее время. И если будут уцененные орхидеи, то я хочу приобрести ради эксперимента. Ну, и хочу, конечно, зимой обзавестись коллекцией орхидей. Потому что у меня еще орхидейка пока только одна. Ну, раз есть паста, значит, и должны быть орхидеи. Показать цены. И вообще вот весь товар, который я заказывала. Если вам будет видно, то, пожалуйста, посмотрите. И общая сумма заказа. Вот все, что я вам показала, получилось на 2,274. Вот я и ознакомила вас с товаром, который мне пришел с сайта Семь Семян. Я думаю, что вы для себя что-то, может быть, узнали новенькое. Ссылки на этот сайт я вам оставлю внизу под видео. Если у вас возникли вдруг вопросы по увиденному товару, то не стесняйтесь, задавайте под видео. Я вам с удовольствием отвечу. Кстати, дачники, новый сезон-то у нас с вами уже не за горами. Так, глядишь, Новый год уже скоро. А после Нового года опять рассадой будем заниматься. Вот время-то летит, а. Ну, вообще незаметно. Вот. Ну, все. В общем, на этой оптимистичной ноте я заканчиваю свое видео. Я вас всех люблю и целую. С вами была Татьяна. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok